Но я, знаете, я хочу прочесть рассказ, это мое мнение, и когда, я, конечно, юморист, но ситуация говорит о том, что иногда нужно высказаться. Рассказ называется, вопрос, конечно, принципиальный. Сашко, ты же у меня кращий учень, говорила в классе украинка Людмила Торофеевна, и мне было приятно и немного неловко перед отличницей Олей Колумбель. Она-то как раз пахала и карпела над учебниками, а мне просто легко давались языки, и украинские тоже. Рученьки терпят, слыпаются вичи, боже, чудово тяхты, с раннего ранку до пизня и ничет, уголкою денно в роти. Это и учить не надо, если ты не дебил, прочитал и сразу запомнил на всю жизнь. Я до сих пор помню, хотя учили мы это стихотворение в пятом или шестом классе, помните, учили? И вообще, чем плохо? Просто живешь себе в Киеве или в Полтаве с детства, ничего не делаешь и два языка знаешь. А как я выходил на сцену актового зала родного Калужского филиала Московского высшего технического училища имени Баума в далеких 70-х, представляя хор нашего студенческого театра миниатюр. А сейчас, как я выходил, а сейчас наши улюбленцы, наши хлопцы бетлуганы заспевают свою улюбленную бетлуганскую песню «Конь Тугезе». У цей песни рассказывается про любого одного коня до своей кобыли Тугезе. «Конь Тугезе». Верите, в зале рева отхохота стояли? Их уху, привыкшему к русскому языку, это было ужасно смешно. Нижняя комиссична, соляна, ясна, видно, хоть голки сбирай, видно, кохана, працею збором, хоть на хвилиночку гай. Эти строчки, исполненные после пары бутылок портвежка «Три семерки» под гитару по просьбе девушек нашей группы, всегда вызывали одну и ту же реакцию. Широколиция и пышно-грудная витебляночка, это не я ее так назвал, она сама называла так себя, уроженка славного города Витебска Таня Колдунова, плакала чуть не на взрыв, опустив голову на плечо своей калужской подруги Наде Ивановой, в которой на глазах тоже блестели слезы. Перестройка, Горбачев, люди в Москве, жадно примувшие стеклу, где висела на стендах газета «Московские новости», помните, с сенсационными разоблачениями, и Клара Новикова, впервые читающая написанный мной монолог в Московском театре эстрады. Героиня монолога, простая украинская женщина, приехавшая из глубинки в столицу и пораженная жутким несоответствием между переменами в центре и застоем у нее на родине, говорит, «Це у вас тут и перестройка, и гласность, а наш же ж председатель до сих пор рапортует Леониду Иричу». И это было так понятно и смешно всем, зал взрывался. Еще помню, как я взял в охапку всю свою семью, и мы пошли смотреть на ступку в роли Тевья Молочника. Блистательный спектакль закончился. Это в Киеве, в театре Франкошил спектакль. Спектакль закончился, актеры ушли под овацию, А я только выйдя из зала, сообразил, что пьеса Горина по мотивам Шола Малейхева шла на украинском языке. Признаться, читать, писать и слушать я больше люблю на русском, но когда талантливо, разницы не чувствуется. Два года назад, когда нас не было дома, в парадном забился стояк. Вода хлыла снизу вверх из раками на кухне потоком, залив пакет у меня в двух комнатах. Я написал в ЖЭКе официальное заявление на чистом украинском языке. Ещё одно мне помогло. ЖЭК не винен, и мы ничего робити не будемо. Кто забыл стояк, то хай то и вам и платить. Если было надо, я мог бы написать заявление на английском со словарём, но новый паркет от этого у меня бы всё равно не появился. В седьмом классе вместо Людмилы Дорофеевны украинский язык и литературу у нас стала вести Галина Климентина. И я ей сразу почему-то не понравился. За малейшую провинность она стала мгновенно выгонять меня из класса. Володарский. Больше ничего говорить ей не надо было. Я вставал, но начито медленно собирая вещи, а тем временем Синя Игорь Синяковский с последней парты невозбудимо провозглашал, глянув на часы. На двадцатой минуте матча с поля удалён Александр Володарский, номер неизвестия. Дошло до того, что Синя стал принимать ставки. На коей минуте Климентина удалит меня на следующем уроке. Рекурн был установлен, когда я пришёл в школу, проболев неделю. Володарский, ты пришёл? Как видите, Галина Климентина. А я за тобой ещё не скучила. Я тоже не заскучился и могу уйти. Ну ты иди сюда безбога. И тут голос Синяковского торжественно возвестил. На первой минуте матча с полем удалён. На этих словах, чтобы меня было тоскливо, учительца удалил и самого Синя. Кстати, при всех сложных взаимоотношениях, незабвенная Галина Климентина сохраняла объективность и ставила мне в четверти по украинскому стабильную четвёрку, а то и пятёрку. К чему я всё это изложил? К тому, что если бы я был Галина Климентина, я бы даже не начиная урока удалил с поля всех тех, кто спекулирует на проблеме языка. И пусть это принципиальный вопрос, но уж точный вопрос жизни и смерти. Спасибо. Спасибо.